И всем привет ребят, с вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору и полноценному тесту нового защитного модуля, который называется Броненосец, как вы знаете, кто смотрит видеоролики, кто смотрит стримы, я выкачал уже на фул данный замечательный модуль и сегодня вместе с вами мы его потестируем в матчмейкингу в боях. Играть будем на Викинга рельсе, сегодня у нас уже в игре произошли изменения и корректировки в балансе устройств на рельсу, но я думаю, что там не сильно что-либо изменилось, поэтому полноценно мы будем иметь одно из самых крутейших вооружений на данный период времени. Ну и плюс ко всему прочему, сыграем на том самом дроне, ой дроне говорю, модуле, который на данный период времени, как по мне, является очень даже импактным и сегодня постараюсь вам показать всю суть, всю механику и возможность применения данного модуля. Понятное дело, что количества игроков, которые имеют сейчас на данный период времени данный модуль очень мало, но это можно так сказать ролик на будущее, все же рано или поздно ранний доступ закончится и на общий доступ данный броненосец поступит в модуле в гараж, каждый сможет его приобрести. И соответственно в дальнейшем я думаю, что у многих ребят уже будет определенное представление и вы сами уже поймете и решите, стоит ли вам покупать и прокачивать данный модуль. Поэтому отправляемся в бой, сыграем два боя, думаю, что смело здесь можно посмотреть на контроль точек, можно посмотреть на ТДМ, желательно, чтобы против было как можно больше рельс. Сейчас вся суть и фишка в том, что 50% от критического урона дает возможность, грубо говоря, в два раза дольше жить против каждого такого же самого сочетания, на котором сегодня буду играть я. Ну и что касаемо дрона, к слову, мы сегодня используем дрон, конечно же, бустеры, как по мне это лучший дрон для подобного рода сочетания. Также нужно не забывать, что защита у нас от всех критических уронов, соответственно от любой пушки, а не только от условной рельсы. Рельсы, да, понятное дело, что рельса просто наносит самое большое количество критического урона и от нее как бы резист надо побольше иметь, ну, желательно. Но каждая пушка наносит критический урон, соответственно 50% это очень хороший душевный буст, который дает вам возможность, как я уже сказал ранее, примерно на половину тайминга дольше жить. Поэтому давайте просто попробуем покидать урон, сегодня у нас уже есть еще изменения с цифрами, вы видите, да, ролик записывается в пятницу, в тот самый день, когда он появляется у нас на канале. Но я, конечно, не хочу особо комментировать все эти цифры, но окей, там как бы подсветка какая-то другая, другая раскладочка, чуть жире, шире и жирнее шрифта. Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного я в этом плане не вижу. Главное, что меня радует, это то, что есть возможность пожить дополнительно, да, понятное дело, что здесь какая-то турбо-сливная катка от противника и нет какого-то достойного сопротивления. Если бы было бы, например, вот такое же количество викинга рейс против меня, то вот там можно было бы полноценно уже рассмотреть, посмотреть и показать вам, насколько все-таки жестче держит данный модуль вас практически в любом бою. Но, кто, например, смотрел стримы, тот, может быть, уже даже и видел, насколько жестко можно сейвиться с данным замечательным модулем. Всегда мне хочется почему-то сказать не модуль, а дрон. Не знаю, с чем это связано, но всегда у меня так и тянется, и бывает даже я говорю, что это не модуль, а именно дрон. Фиг его знает, но, конечно же, это модуль. Первый бой очень быстро заканчивается, умер я в нем три раза, один раз от бомбы, два раза от противника, соответственно, ну, как бы говорить не о чем. Бой такой турбо-сливной, турбо-закаточка, можно, такая сработала, поэтому, я думаю, что особо нет смысла что-либо говорить. Надо попасть в более жесткую катку, чтобы такая потничковая была. Ну, и чтобы урона по мне, конечно же, накидывали как можно больше, тогда уже можно будет полноценно рассмотреть и показать вам все те моменты, когда у нас данный модуль реально решает и держит тот урон. Ну, и многие, наверное, спросят тоже очень такой важный вопрос, это то, что есть ли вообще смысл в нем, да, то есть вы же, получается, меняете одну какую-то защиту, которая у вас была, а я имею в виду именно модуль, на защиту непосредственно от критического урона. Здесь ситуация обстоит следующая, в связи с тем, что есть пушки, которые после критического изменения стали более нагибаторскими, да, плюс, ко всему прочему, в каждом бою можно найти связку, например, двух пушек, которых используют больше, и уже от этого плясать, да, от этого брать резист, и, соответственно, у вас будет полноценная защита от двух пушек, плюс защита от критического урона. В чем плюс критического урона? В том, что он защищает сразу от всех пушек, то есть если вы будете использовать обычный модуль, то у вас будет защита от какой-то пушки, да, просто пушки. Но, эта пушка наносит половина простого урона, а половина, грубо говоря, критического урона. Соответственно, у вас резист будет только от половины одной пушки. А что касаемо данного модуля, то у вас будет защита от половины каждой пушки. То есть, соответственно, вы понимаете, да, есть разница, либо одна пушка, либо, ну, вернее, от одной пушки половина, да, защиты, либо от 14, или сколько у нас сейчас в игре пушек, так же само по той же самой половине. То есть, если сравнивать, то, ну, вы понимаете, насколько жестко в плане использования и выгоды использования данного модуля имеется вообще смысл одевания его и приобретения вообще в дальнейшем, да. То есть для всех тех ребят, которые в дальнейшем думают о том, что стоит ли мне вообще покупать этот модуль, не стоит ли мне его покупать, есть ли смысл в нем, нету смысла в нем, да. Какой вообще прикол, да, зачем мне защита от этого критического урона. Но всю, как бы, вся схема в том, что половина урона на любой пушке это урон критический. Соответственно, у вас есть 50, есть, ну, как у меня, например, 50% от критического урона, соответственно, у меня от всех пушек есть половина их урона резист. Это очень, очень жесткая, как по мне, темочка. И сравнивать обычный модуль с данным модулем не имеет никакого смысла. Отсюда и появляется такая безумно большая цена, с которой практически никто не согласен. Но я для себя, например, понимаю, что оно определенно того стоит. И если вдруг, в скором времени данный модуль появится у нас на постоянной основе, на незакрытом там тестировании и не только на выбивании из ультраконтейнеров, то я для себя понимаю, что на основе я его себе куплю и, может быть, не так быстро, но начну, начну потихоньку, потихоньку выкачивать. Потому что, как по мне, в этом есть стопроцентный профит. Вот даже сейчас вы видели, как молот с поджогом дал критический урок, но хп видели, сколько снял? В два раза меньше. Соответственно, это очень бомбическая тема, когда у вас есть подобный модуль. Ну, можно так сказать, в кармане. Пока, конечно, по бою я бы не сказал, что мы тут как-то жестко нагибаем, но в графе о смерти 4, да? То есть 4 смерти. Соответственно, как по мне, это очень мало за такой период времени для боя. Для сравнения, 5, 2, это чел, мне так давно, как я знаю, зашел, 7, 6, 5. То есть, ну, не сказать, конечно, что у меня намного меньше смертей, да? Ну, какой-то там на 2 условных, на 2 смерти меньше, это уже неплохо. При том, что зачастую я, как бы, играю довольно-таки агрессивно, где-то еще аптечки не прожимаю, из-за того, что было больно. Поэтому, ну, 25. 25 для песка. Я считаю, что это очень хороший счет, очень хороший УП. Главное еще, конечно же, выиграть эту катку. Что касаемо рельсы, для тех ребят, которые там думают, что с ней произошло, перебалансилось, она не перебалансилось, нагибать стало меньше, не меньше. Но я думаю, что вы видите, что, в принципе, на мой счет, никак вот эти вот проценты не повлияли. Я думаю, что также в скором будущем будет полноценный обзор на подобное сочетание, но только с использованием обычных модулей, без использования данного модуля. Где уже я вам расскажу все прелести, фишки устройств на рельсу, которые сейчас с критическим уроном довольно-таки жестко себя показывают. Ну, а данный видеоролик просто как бы на этом вооружении. Но главная суть его непосредственно модуль от критического урона. Так, ну и катка у нас потихонечку подходит к концу. Было бы неплохо здесь бы дать еще. Немножко киллов, немножко киллов. И пожить. Может где-то еще сейчас в игродрайве какой-нибудь сражать. Не знаю, правда где. Там наши тиммейты прожимают. Было бы сейчас неплохо, если бы порезал немножко противника. Раз есть, да, хочет сражать. Застопить, я уже это понимал сразу. Что он хочет сделать? Так, ну я не вижу здесь смысла прожимать. Здесь два танка. Ну ладно, давайте прожмем. Еще третьего зацеплю. Вот этого нулем урона. Чуть покидаю. И добавку, к сожалению, не дал. 29 килов, 7 раз помер за полный бой. 7 раз помер за полноценный бой с агрессивной ездой и игрой. Я считаю, что это очень маленькое количество. И не знаю как вам, но я реально вижу, вижу смысл в этом модуле. Да, если вы там скажете мне, что я просто там, знаете, как бы говорю то, что хотят слышать другие, то я вам скажу, что это реально объективное мое мнение. И оно основано исходя из того, что я видел раньше, что я вижу сейчас. И, ну, нужно просто понимать, что критический урон есть на каждой пушке. И вы имеете полноценную защиту непосредственно, сразу же, от всех, всех, ключевое слово, всех пушек. Это очень-очень жестко. Давайте скатаем еще одну ключевую, заключительную каточку. TDM очки. Буду надеяться на то, что будет большая карта, не маленькая, да. Чтобы было побольше противников, которые бы по мне стреляли. Ну и там уже посмотрим. Мне, конечно, было бы еще интересно бы посмотреть, если бы кого-то против был бы подобный резист. Насколько же урона меньше ты наносишь с крит уроном, да. То есть, если у тебя, например, обычный леса, к примеру, наносит тысячу, да. То сколько ты по резисту будешь критическим уроном давать. Да, то есть, если у тебя, например, крит 2К, то есть, соответственно, ты, скорее всего, но по моей логике, должен давать такой же самый урон. Прям вот точь-в-точь. Но на самом деле, как оно работает, я, честно говоря, не знаю. Но это лишь в моей теории. Но я как бы вижу, что мой танк дольше помирает. Но насколько по урону, по цифрам это работает, я, к сожалению, не знаю. Так, у нас 2 минуты до окончания данного боя. Постараемся сейчас, ребят, выиграть его. Я запекал уже в начатую катку. И я бы сказал, что это, ну, такая, не самая приятная, наверное, каточка. С точки зрения того, что она уже такая, более сливная. Ну и резистов от рельсов, конечно, много, но они, не думаю, что особо не помогут при любом раскладе. Откидываем урон. Ну и... Стараемся вытянуть 6 кило подрыва противника из Увердрайфа. Если за полторы минуты я набью себе овер, будет вообще шикарно. Ну а там, видимо, прожимает овер. Похоже, это на сливную, к сожалению, каточку. Ну и что я могу еще сказать по поводу данного модуля, да? Цена 8 миллионов. Цена безумно большая. Безумно. И явно, если у вас нету полноценного гаража, у вас нету М4, либо МК8, да? Ну, кому удобно, мне просто удобнее говорить на М4. Может, кто-то просто не понимает, что я говорю. Поэтому говорю МК8. Если у вас нет вооружений, как минимум 2-3, нет обычных резистов прокачанных, да? Не считая это. Нету дронов, нету, ну, вообще всего самого необходимого для комфортной игры в матчмейкинге, еще где-то, да? Где вы играете. То не лезьте в прокачку, покупку данного модуля. Его нужно прокачивать исключительно тем игрокам, у которых есть уже полноценное вооружение и возможность потратить безумно большое количество кристаллов с дальнейшей выгодой. Но если у вас нету этого вооружения, у вас нету, ну, стартового, например, стартового вооружения, на котором вы можете жестко фермить, фармить кристаллы, то вам на 100% не нужно лезть в этот модуль, не нужно его покупать, пытаться выкачивать, тратить безумно большое количество кристаллов, при этом не имея нормального, адекватного вооружения, с которым вы можете зарабатывать все те же самые кристаллы. Вам это будет невыгодно, да? Так же само, как, например, иметь кризис, да, игроку, у которого нету вооружения, нету кристаллов, нету расходки, нету батареек, нету ничего, да? Это невыгодно. Для тех ребят, у которых уже все это есть, есть вооружение, есть кристаллы лишние, да, есть возможность приобретения чего-то нового, и как бы уже все старое у вас есть давно прокачанное, фуловое, вы уже даже сидите и думаете, куда бы мне слить эти критом, на нарку, либо там еще на что-нибудь, либо купить что-нибудь, дрон какой-нибудь, который мне и так, по сути, не нужен, да? То есть у вас как бы все стартовое, базовое, имбовое есть, там, условно, бустер-защитник, да, из дронов, там, 3-4 корпуса, 3-4-5 пушек, да, которые, ну, в принципе, в балансе и нагибают, и вы на них играете, вам больше ничего не надо, то смело, как только выходит на постоянную основу, на открытый уже доступ данный модуль, берете, цик-цик, хоп-хоп, купили, качнули до МК-7, и потихонечку, может, там, по шажочку, может, там, со скидочкой, там, потихоньку, туда-туда-туда-туда-туда, хоп, кристаллики сливаете, 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 хоп, фуловый модульчик делаете, ну, и комфортно себя чувствуете в игре. Я думаю, что главная прокачка его это до 45%, да, с 45 до 50, по сути, по МПК, это цена такая же сама, как цена от 0% до 45%, то есть, грубо говоря, вы от 0 до 45 потратите столько же кристаллов, сколько от 45 до 50%, то есть, ну, вы, как бы, понимаете, что до 45, вот эту половиночку в виде, там, 3-4 миллионов потратить со скидочкой, да, со скидкой, я думаю, что где-то около 3 будет, и все, и все, и не надо вам эти 5 миллионов еще сверху доплачивать, переплачивать за эти 5%, эти 5% уже так, знаете, на скидочках поставили, оно там качается без ускорений, прокачалось, следующие скидочки еще процентик дали, но если у вас там нет большого количества кристаллов, если вы не хотите тратить, это самый легкий способ прокачки без особых проблем. Поэтому как-то так, друзья, надеюсь, что данный видеоролик для вас был полезен, если это так, то поддерживайте данный видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать, с вами был Гастер Ванников, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!